Вот, единственное то, что у нас большая очередь, и я рассчитывал, когда проезжал в офис, ну пораньше договорились, чтобы у нас, как раз, этой очереди не было, но каким-то образом у нас было 1100 человек в очереди в 3 часа дня. Поздаем обязательно вопросы к Гэмам по поводу второго сервера, многие говорят, что он точно будет, узнаем информацию с первых уст, хотя нас, конечно, могут обмануть, но, мне кажется, можно будет доверять Гэмам, они почему-то улыбаются и кивают головой. Ну и, естественно, каверзные вопросы любые, какие вы захотите, по поводу, не знаю, то, что там разбанивают нужных персонажей и так далее, я думаю, тоже можно будет позадавать. Блин, мне кажется, мы можем весь стрим сегодня просто прождать и даже не поставить на сервер, нам выдали Гэм персонажа, и теперь мы можем пробежаться по топовым локациям, посмотреть плюс-минус, до чего уже докачались. Будет второй сервера, а это мы попозже спросим, обязательно, сегодня позадаем любые вопросы, так что в чатике можете потихоньку и готовить. Самое интересное то, что Гэмы имеют такой же уровень доступа, как и обычные игроки, им приходится ждать в очереди. Кстати, странно, а почему? А, не все Гэмы. Окей, не все Гэмы. Спроси у... Короче, читай, я всё равно благофишу. И у Алёта, будут ли кикать тех, кто в АФК стоит? Кстати, интересный вопрос. И я думаю, на это лучше ответит игровой мастер. Ей. Да. Ну, в общем, сейчас нет такой системы, которая на данный момент кикает тех, кто в АФК дольше какого-то срока. Вот. Ходить, типа, выщёлкивать чуваков прямо в мире, ну, не получится, потому что мы не можем условно отследить действительно этот чувак АФК, как долго он АФК и прочее. В мануальном режиме, поэтому нет, на данный момент пока люди стоящие АФК, как не кикаются, что будет в ближайшее время, не могу точно. Тем более, в крайнем случае, этот АФК может сесть на трейд, и как бы трейдер уже нельзя же кикать. И, по сути, всё, он забил слот. Здесь сложная система. Сесть на рыбалку, сесть на трейд. Или рыбалка, да. Это, скорее всего, невозможно, но проблема с логином есть. Если сейчас у нас очередь в 1100 человек в 3 часа дня, то к 8 вечера, мне кажется, должно быть больше 2000 человек. Или у вас прямо здесь жёсткая статистика, сколько была очереди? Или честное наблюдение? Прямо вот я до 11 не скажу, но 2000 плюс. 2000 плюс. У нас сейчас главный ГМ, а ты же получается не только, ты вообще же по всему самый главный ГМ. Нет, у меня есть руководитель. Ну, он же не ГМ. Нет. Вот, а самый важный, главный, топовый, большой ГМ. А как неправильно? Стаб. Стаб. ГМ-стаб. А в чём проблема увеличить уровень рыбалки? Это же особо никак не повлияет... Да на самом деле нет никакой в этом проблемы, просто нет в этом нужды. То есть, это такой порыв разовый на очередь. В будущем всё будет полегче с заходом, и просто не нужно этого делать. Там, кстати, был интересный вопрос про получение красок, которые третипрофные, плюс 3, минус 1. Игровой способ могут разработчики исключительно продумать, как бы, а со своей стороны мы можем уже подумать, в каких ивентах их поставить. То есть, если вы хотите что-то видеть, у вас есть какие-то интересные идеи, то вы всегда можете написать нам в игровые вопросы, саппорт или нэш-классик, и всё будет прочитано, всё будет принято во внимание. Поэтому, если вы, типа, что-то хотите, но вам некуда было и некому сказать, вы пишите, и мы всё прочтём. А сейчас нет проблем с саппортом, как было раньше, когда отвечали раз в неделю? У нас саппорт сейчас круглосуточный, даже. Ага. То есть, если я напишу что-то в саппорт, примерно сколько дней нужно ждать, чтобы мне ответили? Просто раньше это была прям проблема и новая, года... Сейчас среднее время ответа по, допустим, регистр... Ну, вот ты там мобилку потерял, почту не можешь садить, вот по таким диким, там сейчас среднее время ответа, по-моему, 32 минуты. 32 минут, ничего себе. Да, то есть, есть какой-то узкий спешл, игровые, там, прочее, по ним могут подольше, конечно. Но это, в основном, не срочно. Ну, на самом деле, вот многие иновые хайты, а если мы сравним иновые 2008 года и 2018, огромный просто путь и процесс был проделан для того, чтобы улучшать и работать с аудиторией, не только. Какого? 2008 года. Ну, когда... Ну, по линейке просто судим. А то, что было до линейки, вообще неизвестно, что было для многих. Но нам, в принципе, это не так и главное. Не так важно. Когда пушки дракона на классике Vim, скоро. Ты знаешь, поверят. Ждем. Будут ли убраны циклические макросы на мейне? Это не мой вопрос. Тебе интересует одно. А надо? Мешают? А, ну, если игроки напишут, то вполне возможно его рассмотрят. На мейне, я насколько понимаю, люди не в таких количествах имеют окна, вторые, третьи. То есть, и больше... Ну, рассказывай. Так, кто следует за стримами. Циклические макросы больше, как бы, помогают. И тем более у нас существует, ну, не то чтобы проблема, есть игрок... Такая каста игроков, которые ищут других игроков, которые оставляются АФК на циклических макросах. У нас есть предупреждение о том, что вы оставляете персонажа на циклических макросах на свой страх и риск. И все, что с ним произойдет, в дальнейшем, это исключительно на вашей совести. Вот. И нету такого вольготного состояния на циклических макросах на мейне, как это было на классике. Я думаю, там кому надо разобраться. Вайт, ты бухал, у тебя руки трясутся. Лучше по кредитку показала, а это что? Так, а что, макросы вообще как-то влияют на мейне, вот как игрок мейна? Ну, я бы не сказала, что жестко. Ну, на фабрике очень стоят. Ну, то есть, ничего не кричило, нету. Ну, если только то, что раздевает людей на макросах, очень жестко. Ну, так это же они сами поставили. Нет, ну, это хорошо. Понятное дело, что это игровой процесс, и не откуда-то не идет. Так, вопрос был про, кстати, макросные мыши, но был ответ официальный на форуме же, но вкратце. Ну, вкратце. Можно, если за компьютером. За компом сидите, помогайте себе играть. Ничего в этом страшного нет. Главное, что если вас попробуют проверить, а вы не среагируете, то... Допустим, я программист, сам написал софт, как макросный. Это тоже можно, или это уже нельзя? То есть, на мышке пальцут тоже, как в софт ходить? Очень сильно зависит от того, какой функционал имеет твой софт. То есть, вот так вот, я не могу сказать тебе абстрактный софт, абстрактный функционал. Можно, ну, любой бот, это тоже абстрактный софт с абстрактным функционалом. Поэтому тут нужен индивидуальный подход к каждому. Но если человека забанили, но он сказал, вот мои макросы, то есть варианты, что его могут разбанить. Но лучше особо ничего не использовать, потому что на классике, потратив кучу времени, и потом просто потереть персонажа, это, конечно, не очень, наверное, классно бывало. Софт с устаналом F1-F2 только без мышки, только F1-F2. Спроси, пожалуйста. Ну, вот, примерно про софт ответили, я думаю. Ну, просто больше мы все равно информации не получим. Здесь все индивидуально, и неизвестно, какой у вас именно софт, и как он функционирует с игрой. Если он сам нажимает, допустим, Alt1, чтобы изменить окно, нажать F2, и обратно переключиться, то в целом, наверное, это возможно, но тогда будет тройная обратно появляться. Будет ли на main и мер? Ну, это, кстати, да, это часто вопрос. Но когда я не знаю? Во вторник. На main? Уже? А это есть информация? Просто про филактики по вторникам, и мероприятие про филактики. Я понял. А тогда будет когда-нибудь. А вообще это планируется? То есть были какие-то разговоры, или пока что о main-сероке живут нормально всю жизнь? На стадии обсуждения пока что. То есть не могу сказать, что либо вот завтра точно будет, либо завтра точно не будет. То есть тут должно множество факторов сойти с обстановкой на разных серверах и прочее. Чтобы понимать оптимальную пару, там очень много условий и прочее, и прочее. То есть сейчас пока что нет никаких данных ходных по этому вопросу. И ты можешь отправлять их? А если играть с пяти ноутов, где по ассисту бьют окна, за это забанят? Ну, зависит от того, насколько быстро ты сможешь между этими пяти ноутами носиться и проходить проверку. А так, скорее всего, может стать вопрос о том, что как ты автоматизируешь атаку с окон без циклических макров ассиста. Смотрю, уже сообщение, куча ботов в AntNest и Круме стоят. Я видел этих ботов, может быть, это не боты. Здесь далеко не факт. Мы обязательно на них посмотрим, как зайдем на сервер. Осталось 333 человека в очереди. Мы стоим... Так, а сколько я говорил, у нас было 430? 435 было. А сколько было 430? Вы разве не отвечали на вопрос, будет ли второй сервер в классе? А мы еще не задали этот вопрос. Ладно. Ну, я думаю, то, что, наверное, уже можно. Открыть тайну. Я думаю, многие ждали второй сервер. И сейчас будет хорошая новость, возможно, для кого-то. А, для кого-то возможно. Нет, не планируется. Это было слишком быстро. Здесь просто есть большие вопросы, стоит ли делать второй сервер. И если мы вспомним нахазаты Пагрио, когда нахазаты была тоже большая очередь, то Пагрио вначале он даже и не быстро заселился. И нужно понимать, почему он начал заселяться. Там как бы было в первые несколько дней там 1500-2000 человек. И заселялся он из-за того, что все-таки очень сильно жали на инхазаты. И многие решили уйти от руашников, поиграть на втором сервер. И опять-таки еще один клан ушел, который начал тоже агитировать, переходить на Пагрио. Такое просто может не повториться. И Пагрио-то мог хорошо не выйти. И многие прогнозировали, что там не будет больше двух тысяч онлайна. Правильно? Ну не то, что вы прогнозировали. Да, просто на стриме мы сидели. И он говорит, не, не будет больше 2000, зря открыли. А в общем, там получилось так, что пользователи просто-напросто перетекли с Айнхазаду на Пагрио, потому что там доминирующий клан. Даже как они позже сами сказали, выбрали не очень правильную политику в отношении игроков более слабых, отстающих, скажем так, от них в развитии. Игровом. То есть я не ожидал такого расклада, когда я это прогнозировал, понимаешь, что здесь надо переходить. Я ожидал, что новым и не забьется. При открытии Пагрио мы, кажется, писали, что как только онлайн двух серверов в сумме будет достигнуть, ну, как бы обеспечивать беспроблемный заход на один, то есть 6500 в сумме будет на двух серверах, мы смежим. И чуваки пошли оппозиции, ну, условно, тут на это позиция Синхазада пошла в лице Саванта играть на Пагрио. Что они сейчас могут в течение месяца-двух развиться и потом начать такой холивар крупный. Но, к сожалению, вернее, к счастью, не знаю, как лучше сказать, падение онлайна до суммы 6500 заняло год. Вот. Так бывает. И для многих это было удивление, типа, что мерш, новый сервак, это схема одного из серваков, фришек, то, что иного уже подстраивается, не может онкурирует даже с фришердами. На самом деле, немножко не так это все. И все забыли, то, что для чего вообще делал все второй сервер. И если даже вдруг сделают второй сервер сейчас, то, опять-таки, условия, скорее всего, будут те же самые. И мерш может быть, там, через, допустим, два месяца, да, если онлайну будет там 6500. Но, скорее всего, его не будет, потому что стартовый ажиотаж, он проходит в течение, наверное, недели. А если не пройдет? Будем думать. То есть, в теории мы все-таки можем получить, но есть там мощности. А, ну, сейчас возбождается, в принципе, один сервер, правильно? Проблем с мощностями нет. Ну, все, если... Все зависит от игроков. Если будет достаточно количество игроков. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько надо, столько будет серверов. Сейчас, посмотри, онлайна ки 6500. Он имеет в виду сумму инхасады и по агро, вероятно. Но надо учитывать, что до мержа многие ребята пошли побегать на новый сервер. То есть, при объединении инхасады и по агро также будет снижаться онлайн на новом сервере. Из тех ребят, которые пошли до 2 недели побегать в ожидании. И вообще на всех серверах сейчас снизился онлайн. Достаточно ощутимо. Из-за того, что люди пошли за какими-то новыми эмоциями. Все-таки не каждый день по старту. Да, многие поиграют 2-3 недельки и получат порцию удовольствия. И многие говорят, зачем играть 3 недели? А главный же процесс и что ты получаешь от этих 3 недель. Если ты от 3 недель получил кучу фана и нормально поразвлекался, зачем тебе играть 2 года, 3, 4, 5? Так, а гексоген может сказать, зачем вы вообще играете, если вы не сидите за компом по 15 часов в линейке. Так что тут такое, каждому свое. Главное, чтобы человек получал от процесса удовольствия. Если он не получает от процесса удовольствия, заходит ему, боже, как не могу ее играть. Ну надо, сервер открывается. Тогда, возможно, не стоит начинать. Почему нельзя увеличить максимальное количество онлайна на сервере? Я, в принципе, отвечал, но от ГГМа лучше будут услышать. Как бы, ну, 6500 это же не предел. Сейчас в теории можно же больше онлайн. Или же есть какие-то проблемы? В теории можно что угодно, но 6500 это максимальная цифра на текущей архитектуре. И дальше уже начинает стабильность в хромате. То есть все, что дальше, это постоянные свалы, серверов и прочее, и прочее. То есть вот это такая золотая середина максимального онлайна и стабильности. То есть если вы не хотите каждый час, там, для каждых 10 минут переходить на свалившийся сервер, то 6500 ваш выбор. Ну, кстати, это проблема, проблема ПТС серверов. Это проблема рисовки онлайна на фишках. Потому что тебе пишут, что там 20000, а потом у тебя спрашивают. А что это у вас не 20000, ребят? Ты такой, ну, извини. Нет, ну, на ПТС просто больше нельзя, а на явах в теории можно больше. А, кстати, ну, Лайк говорил, что на фишках онлайн 8К. Мы можем заходить и 20000 сказать, там будет такие... Был один сервак, я не буду говорить. Можно прямо на экраны вводить. Ну, короче, грубо говоря, 1000 это час. Прям грубо говоря. Значит, чтобы зайти в Prime, нужно 2 часа стоять в очереди. Ты рыботяга на заводе, работаешь по 8 часов, час туда, час обратно. Приехал вечером домой. А играть невозможно. А он хочет. И он такой, запустите второй сервер. Я хочу играть, я готов даже донатить. Но нет такой возможности. И что ему посоветовать? Гранд Каен, Шилен, Инхасад и Пагрио. После работы как раз хорошо, да? Целые 4 совета. Кстати, да, мобов больше будет побить. Уставы на кофте Антарас... Это Антарас. Это как раз... С этой вышивки была сделана копия вот этого деревянного значка на фесте, который раздавался. Это, да, это фирменные толстовки команды Lineage 2. Круто. А их раздают? Команда Lineage 2. Стримером, конечно. Стример тоже команда, отчасти. Майки есть эти, красивые. Мне просто интересно, если Инова захочет, она сможет? А сможет, у нас же было уже локализация. У нас была Аграция Плюс, а у нас назывался Эпилог. Или наоборот, я что-то не помню. Это разные хроники. Нет, там одинаковые были. Просто в Америке они назывались по одному, а у нас назывались по-другому. А на Америке был, значит, Эпилог. У них был Эпилог, у нас Плюс, да? Эпилог, Эпилог. Значит, в теории мы можем локализовать не классик, а... Ну, блин, классик просто уже понятно. Набор новичка. Lineage 2, набор новичка, да? Смотри, у нас, например, называется Lineage 2 Орфен обновление. У них называется обновление Lineage 2, что там, в Зентофа Тин, ну, крайне конец Этима называется. Ну, кстати, это больше подходит по-разному. А почему у нас название такое неправильное? Орфен, новый эпик, мутировавший. Ну, там уж так, 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 лор раскрывается год, очень классный. Мне не нравится год, как и многим, кто сейчас на моем чатике, но он просто божественный по лору, он наконец-таки раскрывается, наконец-таки мы подходим к первой части линейки. Вот все, порог сместился. Если мы начинали за 200 лет до первой линейки, то мы уже входим в первую линейку. А назвали Орфен. Ну, вообще. Иного она не почитает лор. Думаешь, следующая будет история про парня-сына свергнутого императора? Здесь есть вопросы некоторые. То есть мы... По лору? Вот идем по лору, да, мы закончили 7 печатей. Примерно то же самое происходит. Геран, он начинался рушиться, но почему-то его не дорушили. По ролику, где Фуфрион громил город, все надеялись, что Геран сломает. Но Геран что-то не ломает, хотя должны были сломать. И просто вот как раз многие задавались вопросом, не в России, а в той же Корее, типа, а что будет с темными эльфами, и как это вообще будет, игра, вообще складываться дальше. Но сделали вывод, что темных не уберут, просто будет то, что это... Они отказались, отреклись от своих идей. Но опять-таки многим будет неприятно играть о темных. Короче, сложно. Мне интересно с вами понаблюдать. Сейчас 100% будет расхождение в лоре. Но, по крайней мере, мы все равно к нему подходим. Давай, Дура, великий утюг. Так, Фокес оббанить, да, говоришь? Фокес. Почему не сделать ограничение в 2-3 окна и убить трейн, и сделать игру играбельной? Тоже вопрос. Я когда разбирал американский офф, как раз говорил, что может быть, иного тоже это сделает. Но вряд ли заплатно подписывать, потому что это само по себе некоторые ограничения. Но все-таки ограничение по окнам же могло помочь в убийстве трейнов, или нет? Я думаю, что сейчас проблема с трейнами решилась. На самом деле, тем, что циклические макросы были... А мы сейчас посмотрим. Очень много жалоб говорят. Вот давай, раз иного здесь, она не верит. Прибегай, и мы тебе показываем кучу ботов. Сейчас зайдем. Что-то мне подсказывает, что все-таки там просто тяжело определить, вот это или не боты. А мы будем, знаешь, как делать. Мы будем, ну, я надеюсь, что игроки наши хоть немного социально активны, мы будем их приват писать. Спрашивать. Привет. Ты бот? Ты бот, да. Я думаю, что элитов ответил. Какая бабочка. Не знаю. Макросы в мышках и клавах остались. Да, и более того, они разрешены, если ты следишь за персонажем, и... Не за персонажами. За всеми? Можно следить. Ну, допустим, вот, у нас тоже был дискусс. Я бегаю, за мной бегает ппшка на макросе, и я не вижу, что там происходит. А я взяли и дали водить капчу. У вас же есть такая функция, рассказывают. Вот так проверяется. Существует, но... Вот, а я же не знаю, что на ппшке что-то пришло. И я ее не ввожу, и у меня персонаж банится. Нет. Не банится. Не банится. А что там с ним происходит? Дебаф лишится. Дебаф. Я вижу этот дебаф. А как это вообще тогда персонажа забанится? То есть я должен вообще не реагировать никак? А вдруг я не заметил, что у меня дебаф? А может быть я неопытный такой, наверное, бобы бафнули. Ну, не заметил персонаж, что встал, а дальше побежал. Ну, все равно сложная система. Реально сложная система банов. Мне кажется, если самописный софт, который просто не определяет, и человек следит за ним. Поверь, все просто, если ты сталкивался с проверкой ГМ, то ты ее увидел, понял и знаешь. Ну, а если он все-таки юзает бота, но он не определяется программно, мы же не можем его забанить чисто юридически, правильно я так понимаю? То есть у нас есть проблемы с этим. Интересный вопрос, но это, опять же, очень абстрактная ситуация. То есть нужно брать пример какой-то конкретной ситуации и на ее примере разбирать, почему было принято то или иное решение. Короче, пишите мне АФК, спорные моменты, где вы считаете, что иного не права, там, в виде ГМов, админов и так далее, и мы вот созваниваемся. Фоксис, это когда он АФК был на мышке, он про этот бан рассказывает, ты был АФК на мышке, есть ПРУФ. Может, он не заметил? Ты стримил. А, он стрим? Да. Встал и вышел. Это еще ПРУФ примерно со времен старта классика, когда Рокет делал видео на ДВП, что он, типа, на минутку отойду, и там персонаж сам ПВП выигрывает, он приходит такой с чашкой чая и дальше, типа, моба убьет. Вот примерно так же. А можно, да, со стрима банить? Так нельзя со стрима банить. Потому что, а вдруг он такой, ага, я подставлю Фокиса, делаю персонажа, захожу на Фришку и делаю кому-то бота, а написано то, что сервак. А потом он скидывает ПРУФ, то что, смотрите, вот поддержка, вот у нас персонаж бегает, то есть не банит такого. А, смотри, Фокис, по-моему, на партнерке, и просто клип с его каналов скинул, как он сам это стримит, с галочкой. А, вдруг его канал взломали? Ага. А что если? Нет, ну в теории. А, Illuminati confirmed? Ну, то есть, невозможно его разбанить. Он разбанил. А, его разбанили. Там временный, да, предупредительный. Замышку Пермач не дают первого раза. Записи не являются, ну вот я тоже к этому и клонил. Даже записи, ну его сломали такие, о, это канал Фокиса. Сейчас еще сломаем его персонаж, зайдем постримим с его вебки, как он АФК откроет на игровой мыши. Нет, они взяли запись трансляции, ну, вебку вырезали, но это можно сделать, отдельную сцену. Залить на его взломанный канал, вырезать вебку. Да, именно так все произошло. А можно вставить еще четыре, как четыре разных человека от одного персонажа управления отходят, он бегает. Да, вот, это подстава была. Все, я тебя отмазал. Спасибо. Навыдали классик бесплатным. На данный момент тяжело ответить на этот вопрос. Давайте мы чуть-чуть посмотрим, затем, как будет развиваться история у наших партнеров, американских серверов. Что там у них будет, какие у них будут припойки к тому, что у них бесплатный классик. А это конкуренты или все-таки партнеры? Ну, это софт, партнеры, конечно же. То есть, не относитесь к ним как к конкурентам? Нет. И получается, в теории, я мог бы их рекламировать? Нет, нет, имею в виду, вот у нас тримы новая, я говорю, вот на американском сейчас неплохо. Это тебе нужно обсудить с людьми ответственными за это все. Я просто думал, что это все-таки конкуренты. Но на самом деле все решилось. Обошли проблему, как регистрироваться, но все получили бан на следующий день. Короче, там сложно. И просто проблема в том, что окей, вы обошли регистрацию, вы начинаете играть, но где гарантия, что вас не забанят через неделю, через две, через месяц? Из-за этого, ну, не для всех. Только для профессионала, кто любит дошираки, вот они еще могут себе это позволить. Все так для игры тяжело. Эллиот или Аллиот? Аллиот. На самом деле, но я уже и так, и так. Привет, всем. Вот я тут сегодня за кадром. Я и так слишком часто вверкаю. Как они относятся к твоим баннерам под стримом? Ну, баннер, который на стриме про анонсер, это было бы говорено. И это просто показано, ну, показывает баннер. Вы заходите и сравниваете, какие плохие серваки, и что такое хорошие серваки, это рекламы и новые. Как поиграть на классике, если нет подписки, нет возможности ее купить? Вы знаете, я советую вам задать этот вопрос в службу технической поддержки в раздел оплаты, и вам точно подскажут, что вам сделать в вашей ситуации, и, скорее всего, способ есть. Ну, или сейчас получить промокод, который у нас обещали дать на игру на классике. Позже, да. А я уже скинул тебе. А, уже? В контакте, так что. Ты запоминаешь все, которые ты даришь? Да, только по одной из Сайлента. Кстати, ни одного неудобного вопроса не задали. Никто не спрашивает про Сайлента. Наконец-таки могли бы пояснить за это. Интернет, это все забывается. Что бы ни сделали, оно все равно забудется. Пусть суббук что-то скажет. Всем привет. Я не знаю, что сказать, я болею. Вопрос про фришки. В принципе, интересно, почему не закрывают, если возможность, в принципе, есть. Закрывают. Закрывают. Вот. Что с рекламой Л2Д? Нет рекламы никакой, вы что? Я даже не знаю, что это такое. Что вы говорите-то? Давай, что ты забыл? Ты что там забыл? Да я всегда к Ной вообще-то хорошо относился. В смысле? Все мои ролики, которые были против Иноу, они не были против Иноу? Во-первых, они не были против Иноу. Это важно. Я бы так не сказала. В смысле, один это где ГМ убивал. Я говорю, что ПК это плохо, то, что они делали. Вот это вообще непонятный для меня ролик. Ну почему? Потому что только один единственный стример сделал адекватный ролик на вот эту вот всю ситуацию. В смысле? А типа другие просто подловили хайпы, такие. О, ГМ забай, что? В смысле ГМ забай? Ну типа... ГМ убивал, ну это же плохо, когда ГМ вмешивается в игровой процесс. ПК-шники плохо делали, они мешали, да. Это такое двойственное, я бы с тобой поспорила, но не в этот раз. Ну, давай. Почему это было правильно? Ну там просто... Я тоже тогда делаю ролик, но я его не делаю и не выпустила. Но там много рассуждений на тему того... Ну, блин, мы пересматривали, мы конкретно прямо все вот этот процесс, ПК-шников и так далее, мы смотрели. И, ну, как бы, мое мнение, что все-таки ПК-шники начали свою агрессию в сторону ГМ и конкретно начали обзывать и так далее. А разве в правилах можно написать то, что... Так ГМ должен быть стрессоустойчивый, если его обзывают, он же не должен убивать, и люди-то шмот теряли. Плюс, почему-то, вот, говорят, типа, что там ГМ бегает, там, без инвиза, без так далее. Почему-то, когда происходят такие ситуации, когда ГМ банят, сразу начинается такой хайп, типа, вот это что такое. А когда там ГМ и респают мобов, почему он тогда, вот этот вмешательство в игровой процесс никак не комментируется. Ну, ГМ и же респают, помогают. Касательно твоего коммента про стрессоустойчивость, у нас есть пункт правил, ну, это запрещающее оскорбление игровой администрации. И за этот пункт можно получить вполне реальный бан персонал. Лучше бан, да, чем убивать его. Был коммент по поводу того, что действительно игровой мастер в той ситуации поступил неправильно. Ну, вот мы к этому просто клонили. То, что ПК-шники делали не очень хорошо и мешали работу ГМа, это да. Да, но в целом то, что они начали, ну, ГМ начал убивать ПК-шников. Нет, ну тут 50 на 50, я же не помню, что, правда, вы и ГМ, и ПК-шников. Ну, просто вот этот в сторону, типа, плюс эти ПК-шники ходили конкретно и пиарились на стримах. Даже ко мне они заходили и говорили, вот, вы видели, а типа, ну, вот конкретно просто тема хайп какая-то была. Мне кажется, это просто было такой байт на... Ребята, которые копируют сообщение про рыбалку, в данный момент ограничивать рыбалку на новом сервере не планируется. А тем временем, если такое решение будет принято, то мы сообщим об этом на форуме и странице запуска игры обязательно. В данный момент таких планов нет, 5 человек. А у вас есть еще отдельно такие, один? Да. Все, отлично тогда. Кто из них был? Мы идем один. Этим? Нет, да, цен. Ну, вот этим. Да, да. Я говорю этим, нет, 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 нет. Есть ли клиент в Шикермане? В нашем нет. Дорогие. Спросите там. Техно-барновичка оказался в что? Солсберг раньше открытия серверов. Так вышло. Сейчас мы вам покажем все, что скрыто. Клиент не на SSD-шнике, скорее всего. Говорили в Круме и в Ant-Nesti, в Ant-Nesti я видел сам. То, о чем могли говорить люди, но я не уверен, что это были боты. А в Круме мы еще не были. Открою забор донат и нолен SSD. Блин. Люби кошелек. Почему с одной вернули шмот, а другим не возвращали? Наконецкий вопрос пришел. Задали вопрос, который мы сказали 15 минут надо задать. У нас есть такой запрет на использование подмены ника с целью развода в трейде. И пункт первый. Там была подмена ника склада персонажа Сайлента. Там прогугливали в Алдаоне и не нашли ничего. Он является официальным ресурсом. Там были два орка, которые обменивались между собой. Очень странно, если человек подумал, что надо орку передать. А, склад. Передам-ка я складу. Ты был там, ты знаешь, как это происходило? Или это со слов человека, который жаловался о том, что... Ну хорошо, а откуда у нас информация, что это был склад? Склад, в смысле, ты имеешься... Похожий ник? Да, похожий ник на человека. Потому что мы это выяснили. То есть к нам, когда обратились, мы все проверили, действительно, да. Все передачи, все, ник похожий. И второе, человек, который получил вещи этим путем. То есть у него это на потоке, и он систематически так разводит людей и продает за реальные деньги эти вещи. Вот. То есть этот человек не один раз уже попадался. Кто вот это у нас трейн? И кто? Нет. Минусы. Получается, что... А моментальный ответ, у нас задержка 20 секунд. Ммм... Ммм... Кто тут... Честно, что... Окей. Ну, этот рейн, но он легальный. Просто получается, что да. Ладно, продолжим эту тему с Сайлентом. Ну, вообще, это все выглядит, как из пальца высосано. Но, допустим, человек РМТ шел, ну, в первую очередь. А если бы он для себя оставил, то есть он со скамил и для себя он хочет играть. То есть тогда бы как бы эта ситуация рассматривалась? А со скамил ты имеешь в виду с подменой ника? Ну, да, ну, там, ну, не факт, что была подмена, но, допустим, да. То есть он просто играл, создал ник похожий, но вдруг совпадение. Все-таки есть теория случайных чисел и так далее. Ну, так получилось. И он себе взял, но он не РМТ шел, он для себя. То есть в этой ситуации как бы рассматривался? То есть без подмены ника для себя? С подмены ника, вот. С подмены ника вернули бы хозяину персонажа. А если просто так совпало, ну, так вот, получилось то, что ник похож оказался. Причем не на тех персонаж, которые обмениваются. А, да? Ну, ладно. Нет, тогда бы мы вернули хозяину. Случайно совпал ник с персонажем, вот, с которым обычно хозяин обменивался его. Извините. К сожалению, мы вернем, да. Потому что, скорее всего, случайности не случайны. У нас вполне конкретно написано, что если вы создаете персонажа с похожим ником, вот, ходите, кидаете трейды, то вещи будут возвращаться к хозяину. Ненимажно, РМТ, что он это или не РМТ шит. Да. Просто говорили то, что из-за того, что он РМТ шит, мы сделали такой вывод. На тот момент, кажется, эти правила еще не были... Типа они вот-вот не готовились к публикации. И ключевым моментом в том возврате являлось именно то, что человек занимался вот этим на промышленной основе и выводил этот реал. Ну, то есть, если именно в той ситуации он бы делал это для себя, то вещи бы оставили ему. Ну, не знаю, если есть вопросы, то, в принципе, задавайте. А так можно продавать за РМТ, а потом возвращать. Ну, в теории, да, мы тоже говорили про такой способ развода. Но, скорее всего, уже какие-то проверки будут там по тем же, не знаю, там, айпишники, ВПН. Ну, короче, мне кажется, мы не воспользуемся. Блин, я не знаю, куда он с НЕС, просто тут все чуваки отвечают. Ну, нет, не все пока что, он, я вижу, один ответил. Тот сразу минус поставил. Ну, что-то, ну, конечно, пипец трейны. Чуваки в ассист бьют. Ну, не факт, что это трейны, может, вот парень сидит вот так вот и на втором монике от них смотрит. Ну, как-то... Вот это МА. Ну, мы живы, видно. Да. Ну, пипец, конечно. Ну, такое тяжело забанить. Такое реально тяжело забанить. Если человек следит, а это не палец софтом, это новое, программное. Можно, как инстинкт, типа, чтобы все по кругу бегали. Подойти и сказать, ребята, бегаем по кругу. Ну, это жестко. Это все трейны вышло. Как говорили, оно так и есть, да. Трейнов много, но это же живые люди. Вполне возможно, с большей вероятностью, что это живые люди. Можно прийти в офис иного, заплатить деньги и нарисовать БОП-17. Это хоть и шутка, но... Ну, а что, ну... ГМ-ы... Есть же ГМ-ы. Все мы люди. И в нове 100% есть плохие сотрудники Стюб. Ну, скорее всего, один найдется, возможно. И у него есть права нарисовку. ГМ-ы уже есть. То есть на этом чаре можно нарисовать. Я могу прийти сюда, пока что никто не видит. И нарисовать даже никто не узнает. Как это... То есть в теории же получается. Может быть человек, кто будет этим промышлять, и вы даже это не знаете? Нет. То есть как-то это контролируется? Вот этот персонаж контролируется, а как-то отслеживается? Да. Не получится. То есть вообще не схитрись никак? Нет. За столько лет уже эта схема отлажена. То есть за столько лет ни разу не было рисовок? За столько лет, с 2008-го? Когда-то были проблемы? Были вроде проблемы. В начале первого... Сейчас нет. ...пологода 2009-го. Вероятно, да. Я не могу за то время ничего сказать, я тогда еще здесь не работал. Ну, в общем, сложно. А как узнать, кто из сотрудников рисовал в теории? Ну, так мы и предположим. То есть камерная... А, здесь есть камера. Окей, здесь есть камера. Ну ладно, здесь тяжело, я просто смотрю, здесь весь офис камеры. Ищешь способ, да? Ну, я ищу вероятность. Все, что имеет шанс случиться, рано или поздно случится. Я вот так, вот таким понятным живу. Ты как будто руку держишь в моей коленке, ГРМ. О! На, веб-кейпе. Разрешу. Это моя коленка, если что. Ты такой, а возможно пуху нарисовать? И такой, руку кладешь. Обсудим после стрима. Как поправить? Почему так выглядит, я не понимаю. Ты 200, ты 2000 из терминатора. Я жидкий терминатор, не надо. Дайте я руки уберу подальше. Сейчас саппорт очень быстро отвечает. Сказали то, что 39 минуты в среднем на запросе, чтобы случилось, если что-то не очень важно, все равно быстро отвечает. Не как раньше было, неделями ждать приходилось. Так что смело пишите, помогут, подскажут. Саппорт работает 24 на 7. Это круто. Почему? Чего дают? Помогут. Я купил набор новичка с пушкой и случайно взял не магическую пушку, а тарбор. Случайно так получилось, перепутал. Помогут? Yes. А если я хитрый? Мне до 20-го нужен был тарбор, а после 20-го магической пушкой, получается, я воспользовался и обманул, но все равно помогут. Сколько раз ты будешь так писать, пытаться пушку помимо? Один раз? Один раз помогут. Один раз помогут. Один раз помогут. Блин, это лайфхак. Пользуемся. Привет всем, кто так присоединился. Высылать следующий набор? Лайфхаком? Да. У нас пользоваться не получится, потому что, соответственно, если ты через какое-то время не сразу напишешь обращение, там через день, через пять, кого будет заканчивать с пушками, то тебе это не помогло. Нет, ну до 20-го это два часа качать. Помогут. Таких временных промежутков помогут. Вот официальный ответ, как можно официально обманывать себя. Глобальный обман лайфхак, который все перевернул. Ну, это может повлиять, потому что, почему магии сейчас очень сложно качались, им приходилось брать магическую пушку и бить магической пушкой. Но если бы они взяли бы Тарбор, они бы до 20-го взяли бы гораздо быстрее уровень. Да. Все так. Гайды. Не думал снимать, а пока качки. Ну, вообще-то снят. Но я не знаю такого лайфхака. Тарбор до 20-го. Знаете себе. Кем угодно. Такой. На самом деле, я слышал обратную точку зрения от более-менее топовых ребят. Они говорили, что эти наборы, они как раз таки больше оказали влияние на физиков в плане прокачки. Потому что, скажем так, зависимость от маг-атаки у магов идет под корнем. На корнем, да. Да. А у физов прямая идет от физатаки. И отсутствие вот этой вот пушечки дешиной, переходной первой, очень усложняло вход на тех же вот этих, ну, не тельпиров, а гнолов. Угу. Вот. И физы из-за этого очень сильно отставали. Сейчас, ну, не то, чтобы на родне, но... Физы очень сильно прям вперед ударили. Да. Сейчас физы могут... Нет. Сейчас впереди магия, но... Нет. До 20-го физы прям сильно впереди. До 20-го. Да. Это очень коротенький промежуток времени. Да. Нет. На старте это было важно, потому что мы физами успели на свободном споте. Наши маги, допустим, не успели. Потому что у нас есть возможность качаться с дешной пушкой, а у магов нет возможности с дешной пушкой качаться. У них с НГ ваншоты от магов нормально. Ну... Ну, топовый НГ все равно у них не будет. Вот в этом и суть. То, что для магов зависимость от д-пушек маленькая, но они вырываются потом вперед, а пушки дешные позволяют физам хоть какую-то минимальную конкурентность оставлять вот в коде доступа. Ну, да. Да. Да, это трейны. Чуваки здоровались. Трейны не запрещены. У нас нет запрета на то, чтобы заводить один человек с одного компьютера несколько годов. Народ, пока что говорите, куда мы побежим. Я думаю, что мы сейчас пройдемся еще и по стартным локациям, посмотрим приток новых игроков на вторые сутки. По идее, он быть, конечно, должен, но посмотрим, в каком объеме. Ну и просто по миру посмотрим, у нас сколько персонажей. Пока что они везде есть. Газгифт спрашивает. Вай, будет ли когда-нибудь доступен способ оплаты через PayPal? Если нет, то почему? Вообще, вы можете оплачивать через PayPal донатики внизу, там точно все работает. Прекрасный ответ. Ну, я вижу, Наталья. А если вас не устраивает ответ стримера, то вы можете задать этот вопрос в раздел оплата технической поддержки и вас непременно проконсультируют. В Америке банят СНГ комьюнити, в России банят мир остальной? То есть у нас есть запреты на игру с Европы, с Кореей? У меня просто есть знакомый с Кореей играет и знакомый с Европой играет. По-моему, только на Норд Америка. Угу. Да. Так там был какой-то вопрос интересный. Какая-нибудь нет персонажей. Блин, а, наверное, часто в саппорт задают такие вопросы, которые ты читаешь и думаешь, серьезные? Люди разные, нужно принимать людей такими, какие они есть. Мы всех юзеров очень любим, уважаем и всегда вам поможем и подскажем. Надо пообщаться с саппортом и сделать выборку лучших обращений. Авенгард один пишет, если администрация скорбила в прямом смысле игрока за наказание до строительства. Если, конечно, есть, пожалуйста, сообщите нам об этом в любом доступном для вас способе. В частности, через саппорт. Спасибо, Monorex, за поддержку канала. Пора делать чип-клипы. Сейчас напишу спасибо вам, у вас должно быть все нормально. Каким? О, все, ты the great. У меня прям все стилизовано под линеечку. И все мое. Почему суккуб не ругается мотом? Так она вообще не ругается мотом, слушайте. Сейчас не ругается. Ну, потому что ПВП-то нет. Вайт покажи красивое сердечко. У меня жопа выходит на сердечко. Подожди, как? Вот так можно. А это жопа? Можно вот так. А, вот вам. Где нет? Давайте все встроим. Лучшее сердечко. Ну просто так сделаем. Вот так пальчиками. А еще некоторые показывают минималистичное сердечко. Вот так вот, корейцы. Да, да. Ребята, три сердечка. Ловите. Четыре сердечка. Четвертое. Икс два. Четыре способа. Фух. Четвертое. Да. Ты хочешь заглянуть в кадр? У нас самый топовый человек на всем нашем фо-геймере Алексея Макаренко. Всем привет, ребят. Кратос в офисе. Интересно. Что за мужик рядом с Вайдом? Это ГМ. Главный, самый великий ГМ. Ему можно задавать любые вопросы сложные, с подвохом, скользкие. Ушки передаются внутри аккаунта? Да. Через менеджу Витамина. Сегодня можно всё. Вот реально. Сегодня можно всё. Хотите... У вас есть претензии? Вы знаете то, что ГМ и РМТ? Прямо говорите и вам дадут комментарии. С пруфом желательно. Желательно с пруфом, да. А если ты активировал код и у тебя нет ничего в выборе серв, значит у тебя нет ни одного персонажа на аккаунте. Так это Анубис? Ни на одном серве. Нет, я не Анубис. А кто-нибудь видел Анубиса вживую среди игроков? А может быть такое, что у нас появился новый ГМ в Анове, а на самом деле он не новый, а был Анубисом. Я никогда об этом не думал. Я не готов. И его специально нужно было убрать, чтобы задобрить его историю. А с виду люди думают, что вы выгнали, а на самом деле у меня не сменился. А что если это я, а я не знал? Или я. Или она. Ты бы смог играть под другим ником, Вайт? Ну, если... Ну, он под кем или вот бегает, всё нормально. Матя все. Если за мной началась охота, мне угрожают расправы в реале. Вот эту вебочку погасишь. Почему адреналин всё ещё работает на Инове? Ну, до поры до времени он работает. Потому что обновляет Инов, обновляет адреналин. Пожалуйста, Руф. Адреналин не работает? Я уверен то, что он работает. Ну, я случайно узнал бал. Попробуйте в погоне за мечтой. Я случайно узнал, но... Я просто к тому-то, что в любом случае... Получите рано или поздно бан. А стопроцентные свитки, которые были у руашников на старте инхазад... Это было недопущение? Это был немного недосмотр. Но данные свитки были изъяты. Как, наверное, все знают. В полном количестве? Да, в полном количестве. А если бы они успели их использовать? Нет, не успели. А если бы? Включат в лице набор для нового сервера. Когда-нибудь включат, в ближайшее время нет. Пока сервер не выйдет в стадию развития. Когда данные наборы не смогут оказать какого-либо влияния. Вот только после отопределенной оценки. И только после этого они будут возвращены в оборот. Тут главное, смотрите, что вы сами хотите. Если вам больше импонирует классика, играйте в классику. Если больше нравится мейн-версия, играйте в мейн-версию. Говорят, что мейн-версия скатилась неправильно. Многие люди играют и предпочитают именно ее. И скажут, что классика – ерунда. Что лучше, мейн-версия или классика? Ну, каждому свое, конечно. Но я бы как бы на мейн пошла. Я как бы не байчи, но мейн как бы лучше. Топить на мейн. Будет ли возможность отключения трансформ и агатионов? Мы уже слышали подобные, скажем так, просьбы это сделать. Мы в данный момент рассматриваем эту возможность. Но… Так, а давай попартнёмся… Как здесь всё попартаваться? Куда? О! Куда? А где же работает Shift-Alt на карту? Shift-Alt-Ctrl на карту. Куда? На стартовую локацию. Как? Филистскую. Shift-Alt-Ctrl и точка. О! Работает! А! Значит, я знаю как рисовать. Да. Можете мне чья принести? Что, реально на этом мейн-чате можно рисовать? Не, мне просто интересно. Мы шутим-шутим, а вдруг ты реально не можно рисовать? Нет. Нельзя. Нет. То есть запрещено именно этому персонажу? Вообще всем. Всем у нас запрещено? Конечно. Серьёзно? Да. Можно попробовать? Да. Давай я попробую, да. Это что-то точёное на 10. Да. 13-07 это… В общем, нет. Да, короче, не с ума не ци ничего. А может быть это заточённый у вас не работает? А если не заточённый, то там не нужна ни единичка? Пробём не надо, да. Так. Одна вещь и айдишник. А что за 13-07? Ну, короче, не работает. Мы, к сожалению, это не узнаем, потому что нет, не получится ничего не рисовать. Ага. А чем мы можем делать? Бегать можем, смотреть. Ну, это правильно, это хорошо. А о чём мы тогда обсуждали, что кто-то зайдёт и нарисует. В общем, здесь гэмы сидаются. У нас такого никто не делает. Короче, здесь обрезанные гэмы. Делайте онлайн больше. Обрезанные гэмы. Это не точно. Так. Онлайн больше вам на какой сервер накрутить? Смотрите, я шутил, а у нас всё-таки работает сервис. Сервис работает у нас. И нова, это вот лозунг. Ты подумал, и нова сделала. Откуда он знает ваш онлайн? Он знает наш онлайн? Он знает наш онлайн? Он же пишет онлайн. Абстрактный. Ну ладно. Там в принципе не так важно. Он не вешал. Он там не вешал. Но он близный же. Там наверное сейчас написано, что сервера все выключены. В слову. Чё не правлю. Вообще это было на пиво похоже. Я смотрю, что пиво принесли. Сыворотка подчинения. И пахнет очень странно. Бергамотом. Минус валь. Не, ну на стриме-то мини стали бы убивать. Скорее всего. Что за бонус даёт закод мейн-версии? Как стать гэмом новой? Смотрите, вы можете зайти в раздел нашей компании на Headhunter или зайти на сайт enn.ru в раздел карьера. Вот там будет опубликован список актуальных вакансий. Вы можете попробовать. Кстати, сейчас мы ищем комьюнити-менеджера на Euro. И если вы обладаете достаточным уровнем английского, а именно минимум C1 или C2, то попробуйте подать заявку. У вас тут неправильно дорисовывать. Прорисовка персонажей была 2 метра. Где никого нет? Людей нет. Сколько зарабатывают гэмы? Должны 200 тысяч из интервью. Должны. А сколько? Это уже не так важно. Хотя, может быть, у нас это открытая информация? Я не помню. Больше пяти нулей? Пока ни разу не платили. Больше пяти нулей не платили? Сколько людей зарабатывают? Не считал ни разу. Кто-то спросил, когда на Euro новый сервер? Вот сегодняшний анонс. На EuroMany новый сервер. Сегодня? Да, вот так что. Сегодняшний анонс. Стартует не сегодня, а сегодняшний анонс. Только что. Поэтому... Вот-вот. Новый сервер на EuroMany. Может быть, это агент? О! Трейн. Ну это живые. Просто запарить. Может быть, даже они без макросов. А клавиатурой на StupidPony был целый гайд, как этим пользоваться. Можно пользоваться. То есть он прям руками. Так можно же это нажать на него, нажать Shift-M и писать сразу. Он возвращается, правда, обратно. Он живой. А это бот умеет обратно возвращаться. А потом на месте еще несколько ловких шагов делать. Индентируя живого человека. Ну, в теории, на самом деле, можно. Сейчас боты очень умные. Да, согласен. Так настраиваешь обычно. Ну, если честно, то мы экспериментировали, и там даже есть галочка просто делать шаг назад после того, когда он пробегает. В общем, там есть. Луче. Луче. Это китайцы. Это автоответ на боте, вообще-то. Надо было искать. Ну, кстати, тоже такое есть. Да. Они умеют общаться. Надо из этого задавать сложнее вопросы, а они будут... Сирия, например. Тоже бота можно считать. За макроса не банят. Почему ему банят? Нет, я не графил голову. Так, я так понял, почему там что-то было. Да, по многим вопросам, почему все-таки подписка есть, а есть донат. Должен быть или донат, или подписка. В основном все так было. Смотрите сейчас. Что? Отложим. Короче, суть в том, что сейчас магазин на глазике выполняет функцию, скажем так, помощи новым игрокам дохода до уровня, когда он сможет уже участвовать в новом контенте. А именно, то есть, вывод на третью профу. По сути, сейчас на всех серверах, кроме нового, вся активность начинается на 70-плюс уровнях с рейдами. То есть, чтобы учаться более-менее пвп олимпе, тебе уже нужен 76-78, чтобы у тебя хотя бы не было штрафа по уровню на дебафы и прочее. Вот исключительно эту роль выполняет у нас. А доната после 70-го уже получается нет, да? Ну, то есть, я сейчас говорю конкретно про руны. То есть, руны, они работают включительно до 75-го включительно. То есть, как только, да, будешь 76-й идёт, ну, всё, они перестают работать. Сейчас ни в планах, ничего, нигде, развитие выше 85-го уровня. Ну и как бы, пока не сдвинется эта планка, никаких движений, соответственно, в уровне руны не предвидится. То есть, как на классике был 99-й уровень? Да, сразу сделаем до 90-го рабочие руны, так что ждите пока. Вайт, расскажи, кто справа и слева от тебя. Справа Сукубка, это топовый стример по мейн-версии Lineage. Вот, тоже официальный стример и новый. Заходите обязательно, ссылка на её канал, сейчас вы увидите в чате её. Да, уберите бесконечную рыбу. Самый прям топовый, здесь прям даже не обсуждается. Кто не верит, можете зайти на канал и подписаться. Норма компания Суправа. Вот, а слева ГМ с сложным ником, сейчас помню. Много букв. Там четыре буквы, да? Да. А начинается на С. Стаб? Да. О, ничего себе, у меня не такая плохая память. ГМ Стаб, это главный ГМ, если что-то случается, он всё видит и контролирует. Правильно? А что, как с тобой вообще можно контактировать? Или ты с тобой обычный люд не можешь контактировать? Я держу обе конференции и клан лидеров в скайпе. То есть, классическую и основной версии. То есть, скорее всего, лидер вашего клана имеет ускоренный доступ к каким-то очень важным вопросам. Также, если почему-то вы считаете себя достаточно грумой комьюнити и у вас нету конференции лидеров клана, вы можете удивительно обратиться в техподдержку в раздел «Игрык вопросов» и написать тему «Конференция клан лидеров». И этот вопрос будет направлен мне на рассмотрение вашей заявки. Ну, это очень круто. Вот, поэтому, таким образом, наверное. Так что, это прямой контакт с ГМами, если что-то случилось и какая-то проблема на сервере. Ну, не дай бог, там дюб случился, да, как помните, был уже на Инове. Когда нарисовали сотни Венера пушек и забанено было 2700 аккаунтов. Вот, а если бы тогда была бы конференция, этого бы ничего не случилось. Так что Инова развивается, и связь с игроками держится напрямую. Вот. Я скальпика на профу, геймстап помоги. Уже сколько часов получается на профи тёмных эльфов? Кстати, не помогается, не резать моб. Смотрите, да, персонажей, которые проходят. У кого должность выше, у этого ГМа или у Алиота? Алиота. Алиот мой начальник, все вопросы к нему. По всем вопросам туда. Вот. Вот. Вот такой у ГМа. Есть. В лончере, да. Два варианта. Либо когда персонажам под монеткой запретят использование умений, либо когда агр перестанет проходить. Большой разницы в уровне. Но у агро немножко особая механика работы и прохождения, в принципе. Поэтому, кажется, пока что данная проблема достов... Данная фича является проблемой для очень узкого количества людей. Но, тем не менее, мы работаем над этим. Я надеюсь, я их никому не спалил. Да, блин, этот локация всем известна. Но не трейны качаются. Прям приятно наблюдать за живыми игроками. Я думаю, у них, кстати, у этих живых игроков кратная скорость прокачки выше, чем у трейна. Просто потому что они парень бьют. Ну, скорее всего, да. Привет, Александр. Откуда? Тут кто-то спалил мои номеры. Ну, я не Александр. Ну, ладно. Игорь. Игорь. Как пишали, там, в десятом. Хочу стримить Классика Новая. Какая зарплата у меня будет? Смотрите, касательно данного вопроса. Вам нужно написать на форуме в личные сообщения о комьюнити-менеджере Лискин и обсудить этот момент с ней. Нет, Классика, это ко мне вообще. Так, Лискин... А, ВЛС. У тебя зарплату уливать, да? А, Лиоту. Реально у тебя зарплату уливать? Нет, конечно. Триггернул. Да, ну, ладно. А то он бы сейчас на стол отписал. Действительно просто не занимается зарплатой. Я думаю, то, что надо перенаправить, если вы реально топовый, не знаю, там, стример с другой игры, у вас огромная аудитория и вот такие, хочу на классики, то иного, на самом деле, готова к сотрудничеству. И это тоже очень круто. Да, со всеми. И новые подменили, не знаю. По-моему, здесь же состав очень сильно изменился сотрудников. Неизвестно. Многие просто, не буду говорить имена, но многие они недавно в компании. И видно прям резкий скачок, это же говорил Дефо у себя на сайте, потому что раньше такое отношение было, сейчас просто реально кому-то подменили. Что-то произошло. Скажем так, сейчас, если люди некоторые следят за развитием компании, в принципе, у нас много очень больших, очень перспективных проектов. Мы каждый день работаем над улучшением сервиса, над лояльностью к нашим пользователям. И даже вот, казалось бы, Вайт пошутил, типа, ага, бус, пушечку можно поменять. Мы вас ценим, мы вам поможем. Если у вас к этому такое отношение, что это ваше право, но это ничего не меняет для нас, и мы также пытаемся помочь всем юзерам максимум возможностей, которые у нас есть. Интересно. Что-то подвигло фикс макросов, но не просто же так делали голосование. Скорее всего, уже сделали из-за этого, да? История началась в 2016 году. Впервые мы тогда начали запрашивать изменения макросной системы. Пруф этому есть даже на форуме. Мой руководитель Андрей выкладывал скриншот из почты, где он отправлял письмо нашему контактному лицу о том, что нужно включить игровые макросы. И сейчас появились дополнительные мотиваторы для этого, и мы очень сами рады тому, что наконец-таки получилось это сделать. И очень рады, что комьюнити это хорошо восприняло, и что все этому рады. Поэтому мы всячески работаем с улучшением игры и скоро в классике. Будет еще очень много классных штук. Да, да. Ребята. 1700 очередь еще не в Prime. Prime по идее в 7-8 уже начинается? 7+. Через часик люди приедут в своей массе с работой и... 2000 точно было это. Посмотрим, доберется ли до 3000. Среди того, что мы обсуждали в начале, звоните детям, подключайтесь к тем виверам, ставьте на заход. Ребята, кто хочет так говорить на новом сервере сегодня вечером в Prime. Вообще это хороший лайфхак, возводить детей. Но я подумал-то, что на самом деле это более продвинутый бот получается. Из-за такого бота даже не забанят. И ребенка. Хотя, наверное, он забанит, он же не сможет отвечать. Пока не по... почему? Ну он же и не может общаться... Только матом, в смысле? Или как Minecraft. Ну или он не видит, он просто мобов тыкает и... Можете ловить. Это гораздо упростит. Плоды. Ну плоды, да. По-разному называют. Они похожи на бананы, ну желтые. Красные бананы. Скорее на тайский футбол дракон. Красные бананы с пупорышками. Ты сейчас о чем? Все нормально, продолжаем стрим. Ору. Я просто потеряла нет разговора. А когда уже очень долго. Я что-то не подумал то, что... Ну ладно. Ну в общем, вы все понимаете сами, их аж 20 штук вам. Дадут. Что за игра? Вспавнил? Да. Что стало причиной для открытия нового серы? Неужели не хватало 4 предыдущих? А как показывает практика людям не то, чтобы не хватает предыдущих серверов? Людям не хватает новых возможностей. И для многих людей открытие нового серы это новая возможность... Ну, не начать жить заново. Это конечно громко сказать, но начать игру заново. Вот. И многие именно не упускают это возможности. Следствием этого вы можете вот наблюдать сейчас у нас на экране уже 1600 человек перед нами. Кажется стоит 6500 человек, которые уже на сервере. Ну все-таки как-нибудь может быть есть вариант упростить вход людям и... У которых подписка есть. Ну... Нет. Я иду. Вот сейчас у людей проблемы. Можно же как-то проблему решить? Да, у нас еще 4 сервера сейчас есть. Ну, они хотят на этом сервере играть. Значит им придется подождать вечер. То есть... Нет, ну вариант есть второй сервер. Ну допустим... Но они же на этом хотят искать. Ну на новом. Не важно, что новенькое. Ну главное на новом, да. Они хотят сначала начать жизнь свою. Или... В данный момент планов по еще одному новому серверу нет. Я про вообще допустим второй. Окей, нет. А рыбалку сделать временно хотя бы 40-го или... Боюсь, что вот увеличение уровня рыбалки, оно работает только когда сервер вышел на онлайн плато. Это когда онлайн не меняется, а стабилен. Сейчас он не является стабильным. То есть сейчас большое количество людей в ближайшие дни, ну может сказать, зафейлиться. И закончат игру. То есть вот эти очереди, они... Мы их анализировали, они не будут долговременными. А вдруг эти очереди и убивают лишних людей, которые такие... Блин, не хочу три часа сидеть, не буду играть. А через неделю, ой, а в серваку неделю уже никого не догнать. Ну есть такие люди. Так что переписать. Я не могу сейчас привести конкретно какие-то метрики и цифры, но нет. Нет. Ладно. Я забыл про форс. Гэм смотри в чатик. Смотрю FF52. Если у вас остались вопросы и возможно на некоторые мы не ответили. На самом деле можно было подготовиться... Гэм из Вол 2 полусел, да. Можно рыбалку не выводить на пару недель, она уже введена. В общем, можно было бы подготовиться и сделать отдельные вопросы. Но у нас сейчас очень много дежухи с Игромиром. Так что приходите на Игромир. Там меня можно будет встретить на отдельном стенде. Игровой тематике и... Ну и вообще... Ну хотя... Сектантской тематики. Да почему сектантской? Тебе не нравится эта тематика? Потому что это секта. Это не секта. А теперь секта, друзья. Гэм, добавь меня, хочу купить у тебя слоу боу. Будете молиться Теллоу. Купи на рынке. Здесь, кстати, была тема, что жена рисовала своему мужу. Но там такая непонятная ситуация. Кто кому? Я не помню. Ники. Я что-то увидел. Думаю, надо будет это узнать. Если посмотреть по поверхности, то кажется, что реально что-то мутное. Блин, если бы, типа, было что-то более конкретное, я, может быть, ответил бы. Ну, кто знает эту ситуацию. Там кто-то разбирал. Можете, да, написать. Там ролик набрал 25 тысяч просмотров. И все по пруфам, типа, было. Но, скорее всего, недопонятки и случайные друзья и... Действительно. Я понял, о чем, кстати, ты сказал. Вот Авенгард один пояснил. Смотрите, человеку выдался флащ на Classic. Их награды за тестирование. Данный человек является членом внешней группы тестирования. И данный плащ, по аналогии с одной версией, выдался ему на его игрового персонажа. Слухи, скорее всего, пошли из-за того, что... Была также опубликована новость о том, что данный плащ изымается по причине своей схожести с плащом тьмы. Данный человек очень много времени уделяет в игре и уделяет игре. И он имеет принадлежность к одному из топовых кланов, также владеющим замками тьмы, на некоторых своих составах. И данный плащ вводил в заблуждение игроков тем, что они могли его убить и стать ПК. Хотя, по визуальным признакам, они не должны были стать таковыми, если игрок носит плащ тьмы. Вот, в связи с этим плащ был изъят и был сделан анонс. И, по всей видимости, кто-то из-за этого решил, что данный тестировщик как-то связан с человеком, который сделал анонс на форуме. Там нет, там связь нашли... Подводя итог, выдан ли данный плащ парамерно? Да. Является ли человек, которому он был членом внешней группы тестирования? Да. А, интересно. Будет ли ему впоследствии выдан этот плащ опять? Да. Как только его внешний вид будет изменен на удовлетворяющий нормам того, чтобы он не вводил обычных игроков в заблуждение. А является ли он по правде членом семьи кого-нибудь из состава ИНОВЫ? Моим мужем. Почему тогда есть видео, как ваши гэмы убивают игроков просто так? Ответ на этот вопрос был два часа назад. Тян, хорошая. Согласен. Вайды гэмы напрямую качают... Ну, я страхую его нажимы, сколько знали иногда. Можно же проверить. Да, мы всё проверяем, всё контролируем его в прайсе. Не, я не услышал вопрос в первую очередь. Про адреналин на окнах. Типа прям на классике нельзя, а на Мэйне можно? Нет, на Мэйне персонажа. Типа можно ли использовать адреналин на окнах? А, то есть использовать на Мэйне, за которым следишь, а окна чистые, чтобы... Ну, наоборот, да. Короче, человек спрашивает, а вот он играет на Мэйне и следит, а вот на окнах, чтобы был адреналин, вот. Да, конечно. Что с очереди будет второй серф? Вырежет кусок и, да. Задонатил на расческу гэма, на алерта не было. У меня нет волос, бро. Сори всем, кто сегодня донатил. К сожалению, ваши донаты я увижу только через, наверное, неделю. Нету плагинов для вывода донатов, мы все-таки не из дома, как вы могли заметить. 552, если откроете второй сервак, ждите людей у офиса. Каких людей? Но я куплю расческу и передам обязательно. Когда будет слияние серверов? Каких? 16 числа, классик. Правильно, 16? А, ты пропагировался? Да, 16 числа будет слияние серверов. Все, на этом будем заканчивать. Переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Там сейчас будет много... Да, это офис новых в Тольятти. Много новостей про классик. Я здесь активно играть планирую. Возможно, даже до Нового года. Посмотрим, что будет с сервером. Все-таки надеюсь, что из-за того, что отменили блокцикльные макросы, сервер ждет успех. С вами была Суккуба. ГМ на сцену. Сейчас скажу. Стрим не закончен, ребята. Продолжение банкета. Т. Четыре буквы на С начинается. Т вторая. Стул? Да, стуб. Огрызок по-английски. ГМ Ступ и... ККМ. ККМ. ККМ же ты? Да. ККМ Алёд. Вот мы четвером. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Всем сердечки. Так, а где кнопка выключить? Тут неловкий момент, дорогой. Тут просто это... Татарин пришел.